Всем привет дорогие подписчики, зрители канала с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру The Long Dark. Ну что же, мы в прошлом серии посетили ферму Райские Луга, полностью ее изучили, тут в принципе можно еще забрать шарфик, 6 минут будешь делать, давай, разламывай, получим ткань, в конце прошлой серии там появился волк, надеюсь он уже ушел. Ой, а у нас туман, а у нас туман, ну ладно, в принципе надеюсь мы выживем. Попробуем сейчас добраться до радиовышки, а вон волчар идет, волчару я уже вижу. Нам бы лучше его обойти, чтобы с ним не встречаться. Здесь уже есть дорога получается. По карте мы должны выйти на мост и к старой школе прийти. Доберемся до бабки. По состоянию вроде минус 4. Но я думаю сильно не замерзнет наш друг. Туман конечно плохо. Туман плохо, но в принципе он не такой уж и сильный. Ох ты, топором, топором, топором. Ты зараза. Отлично. Вот пиздюк. Повязка. Ой, класс. Значит у меня факел горит, ты козел. Факел горит, скотина. Факел горит. Падла. Вот тублюдок, а. Офигительно. Просто офигительно. Ну факел же горел. Что за нечестность-то вообще происходит? Так, подожди. Что по состоянию тогда? Вывих лодыжки. Это получается 4 часа отдыха, да? Отлично. Вот козлина. Вот козлина. Тварь, надеюсь вы там сдохнете. Спать по-любому придется. Надо будет сейчас срочно до бабки дойти и спать. Так, от фонаря толку никакого нет. Тем более он еще и... Полностью потух, блин. На всякий случай. Ну не козел ли, а? Ну скотина, блин, а? Два волка подряд. Сволочь мохнатая. Все шмотки разодрал, блин. Надо бы сейчас тогда зашивать все шмотки свои, блин. Высыпаться, потому что здоровье вообще почти на нуле. Еще одна атака волка и все, я сдох. Каркуши где-то каркают. Вот это мы дошли, блин. Вот это мы дошли, а? Ах ты, засранцы, блин, мохнатые. По-любому они там где-то сдохнут. Сволочи. Давай вот вздувшуюся банку персиков откроем. Вот заразы. Еще одна. По состоянию они похуже будут всего. Сейчас туда шмотки починим, а потом пойдем спать. Так, 99, 40. Ремонт. 84 процента. Ладно, пусть пока остается. 88, 100, 99, 94, 71, 81. Ну не так сильно-то и подрал, но все равно, блин, подрал. Козел. Козел. Все равно козел. Блин, открытых банок нет. Одни только батончики есть. Все, пошел я спать. Давай, 10 часов. 10 часов хорошего сна. Должен восстановить здоровье. Воды есть, еда есть. Так что, в принципе, выживем пока. Что там у нас? Сейчас как раз полная ночь. Можно поесть, можно попить. Так, банка сардин. Подпорченная. Давай ее съедим. Что еще такое подпорченная? Блин, почему не... Мне же тут не вся еда. Вот это вот круговое меню стало неудобным. Неудобным. Давай смотрим по еде. О, армейский ирпун вообще подпорченный. Можно, в принципе, еще съесть. Так, ну, все, в принципе, нормально. Теперь попить. И дальше спать. Еще часов 8, наверное, поспим. Солнце как раз встает. Ну, давай. Плюс опять есть, пить. А, нет. Подожди. Армейский ирп, он очень сильно трыляет голод. Поэтому его пока лучше оставить на потом. Хоть даже он и подпорченный. Все шоколадки я съем. Отличненько. Попьем водички. Воды, в принципе, осталось уже мало. Целый литр. Литр это маловато. Надо, как минимум, еще литр затопить. Давайте посмотрим по таблеткам-очистителям, которые у нас по состоянию неважные. А, тут уже без разницы. Я не вижу, какие качественные таблетки, какие некачественные таблетки. Ну, ладно, хорошо. Два литра, в принципе, нормально. Что по весу? Ровно тридцатка. Хорошо. Пойдем смотреть погоду. Сразу бери факел. На всякий случай. Так, по состоянию минус девять. Ну, я думаю, мы с вами сможем дойти до радиовышки. А потом пойдем к туннелю. Надеюсь, хоть там волков-то не будет, е-мое, в конце концов. Не, ну, на ферме, конечно, их было чересчур. Три волка, блин. До фермы дошли нормально, блин, обходными путями. А вот возвращаясь, конечно, через туман. И все было по барабану. Быстрее бы дойти. Вот быстро, блин, и дошли. Чуть не померли. Хорошо, что хоть сильно шмотки не пострадали. Жалко, что он не может прокачать себе, блин, больше перенос веса. Тридцатка это очень мало. Тем более, как бы, все основное, все полезное, все нужно, мы с собой таскаем. Оставлять тоже смысла никакого нет, потому что мы, скорее всего, перейдем на новую локацию. Отлично, есть мясо. У меня только, по-моему, топор. Четыре килограмма мяса. Одна шкура. Кишки. Риск переохлаждения. Вот это плохо. Ну, сейчас, в принципе, дойдем до... Вышки. А в какую сторону идти-то? Я уже что-то запутался. А, вот она, вышка. Отлично. Все, судьба забрать, не очкуй. Надеюсь, там будет печка, мы там сможем пожарить... Местца. А так здесь нет домика, что ли? Ты издеваешься? О, человек замерзший. Полено, горючка, рабочие перчатки, антисептик, таблетки, факельный ракет, еще полено. Так, надо тогда заныкаться от ветра. Чувак, у тебя можно тут заныкаться от ветра? Можно. Антибиотики, наконечник стрелы. Так, все, давай развить костер. 67 процентов. Давай добавим горючку, у меня и 8. Так, 2 часа будет гореть. Я даже, в принципе, еще добавлю. Еще добавлю факел. Присяду возле костра, буду греться. 4 часа. Давайте посмотрим, что у нас по сырому мясу. Ну, мясо, в принципе, все, можно бы пожарить. Однозначно. Заодно согреемся. Блин, я думал, тут есть здание. Тут, оказывается, только один контейнер. Ну, он, в принципе, неплохой такой. С двумя поленами прям самое то было. Ё-моё, я думал, волк идет. Так, по состоянию. В принципе, можно будет поесть. Попить. Что у нас такое подпорченное? Ну, давай, наверное, смотреть через инвентарь, потому что что-то как-то здесь фигово смотрится. Ржавая банка свинины с фасолью. 17 процентов. Блин, траванусь. Ой, как траванусь. Не, пронесло. Хух, пронесло это хорошо прям. Отличненько. Я бы приготовил еще кофейку бы. Замечательно. Выпил бы его, и все было бы прекрасно. Сколько ты еще? Два часа будешь гореть? Отлично. Конечно, рядом с трупом. Ну, а куда деваться? Жить захочешь, и не возле трупа будешь костер разводить. По состоянию, в принципе, нормально. Можно, в принципе, и идти. Факел, наверное, я возьму. И пойду. Раз здесь ничего нет... Будем тогда спускаться. Как раз спустимся возле бабки. Я там выкину шкуры и кишки. Вот прям лови его, и хватай этого кролика. Да? Хе-хе. Мяса у меня хватает. Поесть можно. У меня еды вообще нормально. С водой, в принципе, тоже пока проблем не испытываем. Но вот то, что у меня перевес... А оставлять, в принципе, нечего, потому что нужно все... Вот это меня не радует. Ну, в принципе, мы сейчас тут уже вроде как бы все посмотрели, все осмотрели везде вокруг. Поэтому... Пойдем в сторону туннеля. Раньше можно было, блин, махать факелом. Это было намного удобнее. Тогда таким образом я понимал, что я отгоняю волка. Сейчас вроде получается, что писали в комментариях, просто держишь факел, и он не подходит к тебе. Но вот судя по тому, что у нас произошло с вами, что волк на нас напал по-любому, значит, получается, не спасает этот факел на 100%. Либо... Может быть, это баг какой-то. Потому что пишут в комментариях, что очень много багов все равно в этой игре. Так долго мы ее ждали, в итоге и столько багов вышло. Так, у меня факел получается что, все испорченный? Да. Мать, что там в моей шкурке? Шкурка высохла. Кишки все... Ага, почти все высохли. Оленья шкура одна уже высохла. Так, давай смотреть. Значит, где мои шкуры? Так, тебя бросить. Здесь кишки бросить. Хорошо. Блин, у меня шиповник аж на целый килограмм. Это многовато, блин, будет. Это будет многовато. Может быть, бросить часть шиповника? Что-то слишком многовато. Шестьдесят себе оставлю. Ну во. Отлично. Но все равно перевес на 4 килограмма, блин. Но это из-за мяса сейчас еще. То, что много еды. Да, еды, конечно, очень много. Воды тоже пока, в принципе, нормально. Почти 2 литра. Ладно. Пошли в сторону туннеля. Так, на всякий случай сразу факел. В городе тоже бывают волчары, так что надо будет осторожно передвигаться. Что по состоянию? Плюс 4. Нормально. Не замерзнем. Как раз при такой погоде самое то дойти до туннеля. Пошел вон, волчара. Пошел вон. Я с факелом иду. Тупая ты зверюга. Смотри, у меня преследуют прям. Гнида, а. Скотина. Что-то здесь очень много волков. Очень много. Они еще и воют. Что интересно должен я увидеть в этом туннеле? Что он заваленный? 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 А там, по-моему, автобус какой-то Ну, он, в принципе, на карте был отмеченный Сломанный тюремный авто Тюремный? Список перевозимых заключенных Перечисленные ниже осужденные будут в срочном порядке доставлены в федеральное пенитенциарное учреждение «Черный камень» Утвержденный день прибытия – четверг, 20 ноября 2020 года Уайт, Ирвин, Кен, Келли, Харрис, Мэттис, Габбас, НГ, Леклер, Ковальский, Бейкер, Дескубес Общих количеств у нас человек Наличия опасных заболеваний нет Это же ее ткань Они не считают arribые тюрема Они пришли в Универсивые хирурги Они что княз currents Dick? Они просто ждали Что вы увеличили на любых людей? Они определили Наверное, надо будет вернуться к Серой Матери, да? Ну, скорее всего, да. Давай вернёмся по-быстрому. Надеюсь, там волк ушёл. Блин, у меня как-то надо ещё поспать, восстановить здоровье. Того, что у меня был риск переохлаждения, блин. Подпортили себе немножко здоровечко. Кстати, наверное, можно будет волка обойти, если пойти вон туда, на вышку. Тут-то волка точно нет. А там волк есть. Лучше от греха подальше уйти. Так, факел мне не нужен больше. Ещё один олень. Блин, ну ты издеваешься, что ли? Да ещё свежий. Офигеть, сколько у него мяса. Блин, ну ё-моё, ты издеваешься, что ли? Четвертование. Эх ты, блин. Ладно, пошли. А я, может, зря сюда иду? Может быть, здесь нет? А, нет. Наверное, там можно подняться. Ага. А вон тебе и волчара. Нет. Ладно. Не хочу. Не хочу. Всё, волк поел. Он, походу, кролика сожрал. Надо будет как-то осторожно вернуться. Не хочу на волка нарываться. Ты издеваешься, что ли? Беги. Беги. Там ещё один волк есть. Я так все фаеры свои простеряю. А чё там у меня с птицей кружится? Там же вроде был дохлый олень, но я вроде его уже собрал. А ты, подлюка. Ё-моё. Тут ещё слишком много волков стало, блин. Слишком много волков. Нашёл? Да, как ты говорила. А твоя подруга? Ни следа. Через туннель не пройти. Похоже на обвал. Но она могла там пройти ещё до того. Если туннель завален, для Серой Матери это конец. Туннель — единственный путь через горы? Не единственный, но единственный для Серой Матери. Серая Мать устала. Дай ей отдохнуть немного. Дай ей отдохнуть немного. Доверие Серой Матери ещё на плюс 10. Серая Мать погружена в себя. Возвращайтесь, когда она немного отдохнёт. То есть мне, в принципе, тоже можно будет поспать. Да, Серая Мать. Ну, сейчас так сам по себе догорит. Что у нас по состоянию? Пить, есть. В принципе-то всё нормально. Можно попить, можно поесть. Можно поесть как раз. Вот этот вот Ирп съесть. Ага, с него даже ещё и осталось. Это хорошо. Вот, его можно будет добавить в круговое меню, чтобы, блин, он был в наличии. Ну и попить. Хотя, подожди, попить. Чё у нас там? Сон садится. Давайте, наверное, выпьем себе травяного чайку, заварим. Хлебанём чайку, хлебанём водички, пойдём спать до утрам. Воды очень мало осталось, блин. Сколько у меня? Три килограмма перевеса, блин. Так, есть ли все шмотки, есть ли по весу. Но ткань мне нужна, ткань я не могу выбросить. Без ткани это всё, это будет смерть, блин. Кстати, а может быть, заправить фонарик? Во, отлично. Заправили. А у меня чё, нет металлолома, разве? Простые инструменты. У меня вроде были простые инструменты, нет? Или я оставил простые инструменты, блин? Ну, скорее всего, наверное, где-то я их оставил. А, так я знаю, где их оставил. Надо будет сейчас туда всё там пособирать. До сих пор ещё доверие, блин. Стопроцентного нет, чтобы можно было обратно забрать свои вещи. Я всё-таки в надежде, что вещи свои я могу забрать потом. Так, ветровка, вот её забираем. Дрова мне, в принципе, пока не нужны. Так, шмотки собираем, потом их разберём. Металлолом. Донава, наверное, пока тоже соберём. Переложим всё в один, в общий. Где там металлолом-то? Одного, в принципе, должно хватить для починки. Шмотки тогда разберём. Шмотки тогда починим на 100%. Потом ляжем, поспим до утра. И потом уже поговорим с Серой Матерью. Навыки в ремонте 60%. Шанс на успеха 70%. Попробуем. Отличненько. Починили на 100%. Я бы ещё зашил бы спальный мешок. Хорошо. Теперь давай по шмоткам. У нас ещё есть шарфик какой-то. Ой, ты смотри, какой хороший-то. А вот эта шапка ещё лучше. Ну-ка, давай мы её починим. Хорошо. Давай сравнивать вот с этой шапкой. Она чуть больше получается по весу, да? Зато она получше. Значит, тебя носить. Теперь тебя носить. И давай смотреть. Значит, вот эти шапки все мы разбираем. Однозначно. По поводу шарфика. Шарфик, наверное, получается хуже, да? Полтора, 0,7. Здесь 0,5. Здесь 20. Ну да, он будет, получается, похуже шапки. Вот эти шапки прям все отличные. Делаем ремонт на 100%, как я уже сказал. Всё остальное будем сейчас разбирать. Потому что всё остальное будет похуже. Надо будет ещё поспать, не забыть. Главное, не перепутать и не отремонтировать, блин. Здесь всё по курткам. Во-первых, тебя надо будет починить. Это однозначно. Хорошо. Дальше смотрим тебя. Вес, конечно, получается меньше. Хорошо защищает от воды, но плохо защищает от мороза и от ветра. Так, а если попробовать тебя починить? Ладно, починим. Таки быть, настольник. У меня ткани много, набора для шитья много, так что, в принципе, нормально. А ты у нас 100% в состоянии, тоже 100%. Ну да, смотри, получается, она лучше в движении, не стесняет. Она меньше весит. Она хорошо защищает от воды. Она хорошо защищает от ветра, но она плохо защищает от мороза. Аж целых минус полтора градуса. Блин, это плоховато, конечно. А от ветра всего лишь на плюс один. Не, наверное, я все-таки ее разберу. Я две ткани потратил, я две ткани с нее и соберу. Так, подожди, не спи еще рано. Здесь у нас все по одному. Здесь... Ну-ка, кстати, попробую вот эти вот починить перчатки. А, так на тебя еще и высушенная кожа требуется. Нифига себе. Может, они будут получше? Варежек. 49%. Давай еще. 76%. У меня нет высушенной кожи. Как они по качеству? Ну смотри, они получаются по качеству выше. Хорошо защищают от мороза, хорошо от ветра защищают. Дают дополнительную защиту, но... От воды... Вообще ноль. Так, ну, во-первых, варежки надо будет починить. Это однозначно. Но у меня больше нет высушенной кожи. Ладно, пока тогда тебя оставлю я. Тяжелые кожные перчатки для защиты рук во время строительных работ. К несчастью, по замыслу греть они не должны. Ну, а они, в принципе, греют-то нормально, если их починить на 100%. Хотя они дают больше защиту. Но стесняют в движениях. Ладно, со штанами пока ничего. Носки вот, кстати, есть. Их надо бы тоже разобрать. Ты хочешь пить, хорошо сейчас попьешь. Потом пойдем спать. Хотя можно, в принципе, далеко не идти. Можно будет разложить спальный мешок. Вот эти вот тоже носки собрать. Так, 100-100. Вот эти вот тоже надо бы починить. Потому что ткани очень много. Она весит тоже, в принципе, многовато. Пусть будет все на 100% починено. Штаны пока лучше не встречали. Там уже и не погода. Ветрюган. Да еще, в принципе, еще и ночь. Так что сейчас побыстренько все это починим. Поспим. А потом поговорим с Серой Матерью. Узнаем, что она нам новенькая скажет. Ну, а батеньки я не могу починить. У меня нет высушенной кожи. Да. Это если только вот эти вот перчатки разобрать. Ну ладно, пофигу. Давай мы их разберем. Если что, возможно, мы их еще где-нибудь там найдем. А вот лучше ботинки нам, конечно, починить бы. Сейчас прикроешь глаза на несколько часов. Не переживай. Отлично. На 100% все починено, все замечательно. Хорошо. Так, давайте выпьем еще раз травяного чайку. Потом поедим. Попьем. Пыльная банка томатного супа. Готовить. Уже, кстати, рассвет. Давайте, наверное, еще ирп доедим. Попьем чайку травяного. Ну и пару часиков, в принципе, можно будет поспать. Ну, часика, наверное, 5 поспим. Нормально будет, мне кажется. Здоровье восполним. Сил наберемся. Выпьем кофейку. И все будет отлично. Что там у нас по состоянию? Ну, наполовину, в принципе. Но ничего страшного. Я думаю, в этом нет. Сейчас еще кофейку. Жахнем. А, у меня нет воды вообще абсолютно. Ну, давай 2 литра воды. Мне, оказывается, не хватает ему воды, блин. Нифига себе. Так, молодец. Варь кофейку. Отлично. Так, теперь что-нибудь сожрать. 77. 75. Сардин, оказывается, еще и жажду утоляют. Не знал. Мне кажется, от сардин, наоборот, еще больше пить хочется. Ну, нормально, в принципе, да? Мать. Давай поговорим с тобой. Я больше не могу здесь оставаться. Моя подруга где-то там. Ей нужна помощь. Пожалуйста, скажи мне, как ее найти? Я сделаю все, что смогу, чтобы вытащить тебя отсюда. Осталась всего одна вещь. Нужно проводить ее в последний путь. Последний путь? Но я еще не сдался. На другом конце города. Дом фермера. Где-то там есть ключ к банковскому сейфу. Отправляйся в банк и принеси мне сейф, к которому подойдет ключ. И ты поймешь, что с ней случилось. Погоди, ферма? Банк? Как это связано с моей подругой? Ее оставили, понимаешь? Ей нужна была помощь, а ее оставили. Но мы все сделаем как положено. Я не понимаю. В банке! Там и ответы. Теперь иди. Ё-моё. В банк? На ферму? Ты какая-то рассеянная, усталая. Все в порядке? Я стара. Иногда мысли где-то блуждают, чужак. В других краях, в других временах. Я думаю о ней. Ей холодно и одиноко. Ты о моей подруге? Ей должны были помочь. Она была там, в автобусе. Я уверен. Ты почувствовал там ее присутствие? Мне кажется, она оставила мне знак. Слово неотступные. Старинное слово. Почему она его написала? Я не знаю. Может она хотела мне сказать, что мы с ней неотступные? Или напомнить тебе не сдаваться, не отступать. Наверняка это значит что-то большее. Почему? Потому что ты для нее важен? Потому что она написала это своей кровью. Есть городок. Далеко на севере. Неотступные мельницы. Может она указала путь? Неотступные мельницы? Как туда попасть? Сейчас никак. Может быть на машине? А пешком? Серая Матерь и неизвестны пути. Ты говорила о ферме? Да. По другую сторону города ферма старины Баркера. Баркера? Да. Вообще-то он лжец и вор. Хорошо. Сам увидишь. Расскажи мне про этот банк. Банк с материка. Так и не прижился. Обычно банки хорошо защищены. Я не уверен, что получится пробраться внутрь. Отделение давно закрылось. Разруха унесла все. И как вы обходитесь? Кое-кто пользуется старыми банкоматами. Или просто обмениваемся. Я не видел бумажных денег уже несколько лет. Сколько денег предположительно может быть в банке? Ты задаешь вопросы, а стоило бы искать ответы. Добудь мне сейф оттуда. И тогда тебе самому станет все понятно. В смысле, блин? Я же там уже везде был. Найдите в коттедже ключ от банковского сейфа. Заберите пропажу из банковского сейфа. И верните ее серой матери. Вот это вот интересно совсем. Абсолютно. То есть мне надо будет идти сюда, что ли, сначала? Потом сюда. Потом еще сюда. Что-то как-то совсем все закрутилось, завертелось получается, друзья, с вами у нас. Ладно. Тогда по этим заданиям отправимся в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.